Ребята, всем привет! Я уверен, что вы тысячу раз были в такой ситуации, когда устройство собрано и прямо вот не терпится подключить динамик, подать питание и сразу же запустить, чтобы убедиться, работает оно или не работает. Я попытаюсь в данном видео уговорить вас не делать этого, по крайней мере не спешить делать это. Это усилитель OnlyMusic. Если он собран правильно, он начинает работать сразу же. Если же в нем есть какие-то косяки, то либо он не работает, либо что-то сгорает. И чтобы потом найти эту сгоревшую деталь, нужно потратить очень-очень и очень много времени. Поэтому я предлагаю вам сейчас потратить 5, максимум 10 минут, для того, чтобы еще раз сравнить, правильно ли вы впаяли транзисторы, правильно ли вы установили его нужной ли цоколевкой, вот например вот здесь, его можно наоборот поставить, или ли тип стоит транзистора. То есть что написано на самом транзисторе, что написано на печатной плате. Проверьте цоколевку электролитических конденсаторов, потому что они могут взорваться, если они будут при неправильной полярности подключены, потому что напряжение здесь 45 вольт, это достаточно много. Еще 5 минут вы потратите на то, чтобы проверить номинал резисторов, ну 10 минут, то есть вы потратите в общей сумме 15 минут. Но если вы включите и у вас где-то что-то задымится, то вам придется ехать это покупать, а это уже больше часа времени. Допустим, если у вас задымился какой-то резистор, не факт, что вы его поменяете на другой, и у вас проблема была только в этом резисторе и усилитель дальше заработает. Вполне возможно, что вместе с задымившимися резистором сгорело что-то и так сгорело, что это не видно. И для того, чтобы отремонтировать уже подобный дефект, уже нужна квалификация, нужен опыт. А если вы начинающий, то лучше 2 раза перепроверьте все и только потом подавайте питание, потому что опять же, если все правильно собрано, все начинает работать сразу. Для того, чтобы вы были уверены, что на плате нет ошибок, я в описании под видео выложу zip-архив с gerber файлами. Вам нужно будет только скачать этот zip-архив. Далее, если хотите заказать печатные платы, заходим на JLCPCB, загружаем этот самый zip-архив. По картинке вы можете убедиться, что это именно эта же печатная плата, которую я показываю в видео, то есть в ней нет абсолютно никаких изменений, и она 100% рабочая. Ну и дальше вы выбираете количество плат, которые вы хотите купить. Выбираете цвет печатной платы, который вам нравится. Тут от цвета никак не зависит цена. Ну и дальше выбираете способ доставки, что-то побыстрее подороже, что-то помедленнее подешевле. Ну и дальше сохраняете в корзину, оплачиваете, как в обычном интернет-магазине. Дальше за несколько дней вам сделают эти печатные платы, ну и потом отправят, как правило, если фидексом отправляют, где-то с момента заказа до момента получения, проходит где-то 10 дней. Ну тут так и написано 10-15. Первое включение я буду делать от лабораторных источников питания, они имеют ограничение по току, я поставлю где-то миллиампер-500 на каждое плечо. Естественно здесь нужно, здесь двуполярное питание, то есть нужно один источник на плюс 45 вольт и еще один источник на минус 45 вольт. То есть они подключаются с общей точки, я вам это все покажу. 45 вольт я им подавать не буду, я им буду подавать 30 вольт, мне не нужна максимальная мощность 100 плюс ватт, поэтому им нет необходимости в таком достаточно высоковольтном источнике питания. Динамики тоже сразу не нужно подключать, потому что если здесь есть какая-то неисправность, то вполне возможно, что эти 45 вольт выйдут на выход и просто-напросто спалят вам вашу драгоценную колонку. Поэтому я ее уберу подальше, чтобы она мне глаза не мозолила. Первое включение нам нужно будет делать с замкнутым входом, это нужно для того, чтобы усилитель не поймал что-то на входе и не возбудился. Нам не нужен возбужденный усилитель, нам нужен усилитель в нормальном, спокойном, желательно полностью работоспособном состоянии. Вот у меня первый источник питания, вот он плюс, вот он минус. Я его подключаю следующим образом. Плюс идет сюда на плюс 45 вольт, а минус идет на общий провод. Запаиваем. Дальше идет второй блок питания, красный плюс, синий минус. И он запаивается уже следующим образом. Плюс на общий, а минус вот сюда на минус 45 вольт. Я это все сделаю с обратной стороны платы. Итак, еще раз проверяю. Здесь написано минус 45 вольт, поэтому я сюда ставлю минус. Плюс идет сюда на общий провод. Дальше мне нужно замкнуть вход. Для этого я буду использовать перемычку, то есть просто вход подам на общий провод. И я тоже это сделаю с обратной стороны, потому что это нужно временно сделать. Ну вот и все, питание подключено. Ну и теперь можно запускать блок питания. Выставил на обоих 30 вольт 500 миллиампер. Но вот он запустился, и я вижу, что один канал потребляет больше 500 миллиампер. Ну и теперь смотрим, где у меня здесь какая-то сопля. Хотя, в принципе, такой ток потребления может быть. Из-за того, что я впаял резистор подстроечный, который выставляет ток покоя. И он может быть в произвольном положении. То есть вполне возможно, что 500 миллиампер это плюс-минус нормально. Давайте я поставлю 1 ампер. Да, он ушел в ограничение с током 1 ампер. Давай попробуем покрутить немножко. Вы знаете, помогло. Сейчас ток 600 миллиампер. И он продолжает уменьшаться, когда я кручу. Поэтому еще одно правило. Перед включением выкручиваете резистор тока покоя в минимальное положение. То есть максимально влево, против часовой стрелки. Максимально против часовой стрелки. И только потом включаете. Как видите, у нас на плате есть еще один резистор. Этот резистор нужен для того, чтобы на выходе было ровно 0,010 вольта. Видим, что у нас 0,006 вольта. То есть это очень и очень мало. Ну, давайте попробуем покрутить и посмотрим, как это влияет. Вот, смотрите. Видите, уже 0,1 на выходе. Это достаточно много. Крутим обратно. И добиваемся абсолютного нуля. Ну, чем ближе к нулю, тем лучше. Так, уже пошел минус. То есть я перекрутил чуть-чуть обратно. О, смотрите. Десятитысячный. Ну, и теперь желательно немножко подождать, когда все прогреется, чтобы начала работать термостабилизация тока покоя. Для этого и используется вот этот третий транзистор, который здесь прикручен к теплоотводу. То есть когда теплоотвод нагревается, он тоже нагревается. У него параметры немного изменяются. И это немножко меняет ток для выходных каскадов. То есть они тоже нагреваются, ток у них увеличивается. Но данный транзистор, он, видя это, стабилизирует им ток покоя. Сейчас он немножко прогреется. И дальше его нужно измерить. Измерять его, конечно же, можно следующим образом. Можно в цепи эмиттера одного из транзисторов подключить амперметр. И задать ток покоя. Но так как у нас в цепях эмиттера уже у нас включены резисторы, то можно просто, измерив напряжение на резисторе, у нас должно быть там около 50 милливольт, собственно, его и выставить. Я здесь вижу 146 милливольт. То есть он должен быть в несколько раз меньше, как минимум в три раза. Так, 36 милливольт. Чуть-чуть подниму до 40. Пусть будет 397. И, кстати, потребление уменьшилось с 300 с копейками миллиампер до 150 миллиампер. Ну и, собственно, сейчас он должен немножко подостыть. Ну и давайте посмотрим после нагрева, не изменилось ли у него напряжение на выходе. Чуть-чуть оно сместилось. Все, теперь мы видим, что на выходе у нас 0. Ток потребления 120 миллиампер. Теплотвод такой тепленький. То есть дома можно будет немножко еще и согреться. Теперь пришло время подключить, собственно, колонку. Для начала я включу с замкнутым входом. Послушаю, что там творится. Все-таки решил, что не буду включать с замкнутым входом. Сразу же подключу. Кстати, я очень рискуем. По-хорошему нужно было еще раз его включить, но уже с разомкнутым входом. И подключить вольтметр на вход. Потому что вполне возможно, что вы где-то там соплю пустили, и эти 45 вольт прилетят на телефон. И телефон, кстати, дорогой. Ремонт его тоже будет дорогой. Поэтому лучше перепроверить. Но, хотя там, в принципе, 45 вольт не может быть, потому что там конденсатор стоит на входе. Но, тем не менее, мало ли. Итак, запуск. Поставил телефон на минимальную громкость. Надеюсь, он сильно не заорет. Шипение вообще не слышно. Даже намека на шипение. Так. И чуть-чуть включаем. Так, громкость на минимум. Вообще, абсолютная тишина. Но в самой мелодии слышно небольшое шипение. То есть, вот как только я включаю на маленькую громкость, я уже вместе с музыкой слышу небольшой шип. Но это шип на записи. Потому что, вот как только я выключаю звук, здесь абсолютная тишина. Просто как будто вообще ничего не включено. И поехали. Эй! Ну что ж, играет он, в общем, нормально, хорошо. Но вы должны понимать, что во всем звуковоспроизводящем современном тракте самое слабое место – это колонки. То есть, усилитель, ну даже самый паршивый, у него и частотная характеристика нормальная, и коэффициент нелинейных искажений, там, ну может быть, одна десятая или даже там одна сотая быть. Ну и еще, многие композиции, они аранжированы таким образом, что, ну их нужно слушать на двух каналах, то есть, чтобы было стерео. Когда ты слушаешь один из каналов, то, ну, как-то оно так звучит не очень интересно. И вот, допустим, мелодии, которые просто записаны на один микрофон, где кто-то играет, звучит очень классно. А мелодии, где есть аранжировка, где вот это вот стерео, объемный звук, то звучит не очень хорошо. То есть, нужно собирать второй канал и слушать уже стерео. Но что самое главное, что мне здесь нравится – абсолютное отсутствие шумов, потому что вот я помню, ну, у меня, по крайней мере, что-то я собирал из, там, на всяких КТ-800, каких-то, 800-1-ых или П-200 каких-то, ну, когда еще был маленький. И там выключенный усилитель, ну, когда на входе ничего нет, не то, что вход болтается в воздухе и он фонит, а именно на входе ничего нет. То есть, вход подключен, там есть сопротивление выходное самого источника сигнала. Но всегда было слышно, что усилитель включен. То есть, ты в любом случае слышишь вот это «пшшшш» и ты понимаешь, что он включен. Здесь же этого абсолютно нет. Ну, и еще момент. От телефона, от 30 вольт, он, ну, судя по потреблению, он выдает где-то ватт-15. Ну, скорее всего, там ватт-3-4 уходит в потери, в тепло. То есть, ну, грубо говоря, ватт-10 он на канал выдает. Для того, чтобы, ну, это из-за того, что телефон на выходе дает максимум 0,4 вольта. Я измерял в видео, в котором я рассказывал про предварительный усилитель. А для многих усилителей, для того, чтобы он вышел на свою номинальную мощность, у него на входе должно быть не 0,4, как дает телефон, где-то от 0,75 вольта до где-то 1,1 с копейками. 1,1, 1,2. Кстати, сейчас два импульсных блока питания, лабораторных блока питания, они импульсные. Но абсолютные любители аудио считают, что блок питания должен быть только православный, только тореодальный трансформатор с кучей меди, и чтобы он весил 5 кг веса, тогда звук от этого преобразится. Я не настолько поклонник звука, но для меня вот важно, чтобы не шипело, и важно, чтобы, ну, нормально играло, чтобы уши не закладывало. Он играет нормально. Что еще нужно? Ну и также очень интересно, будет ли щелчок в момент включения. Сейчас телефон стоит на минимальной громкости, усилитель включен. Я его сейчас выключаю. Слабенький, слабенький такой был. Но в момент выключения это еще куда не шло. А в момент включения... Да, есть такой, вы слышали. Он тоже не сильный, потому что иногда бывает такой прямо буп. Но вы должны иметь в виду, что сейчас 30 вольт, а не 45 вольт. И когда будет 45 вольт, слушай, может какой-то сигнал подать. В общем, когда будет 45 вольт, он будет громче. И как бы он недостаточно такой громкий, то есть он дискомфорта не вызывает. Я думаю, что динамик от этого вряд ли повредится. Но, тем не менее, если бережете свои колонки, то рекомендую сделать устройство защиты акустической системы. Оно простое, там всего лишь одно реле, пару компонентов, стоит недорого. Но оно следит за выходом. И как только оно видит, что на выходе есть постоянное напряжение, это означает, что пробило какой-то из транзисторов. В данном случае сейчас пробьет какой-то из транзисторов, и я это не увижу прямо здесь, чтобы быстро обесточить усилитель. А, например, куда-то уйду, у меня пробило транзистор, колонки подключены, то на динамике выйдет 45 вольт, и динамики через какое-то время, через пару минут просто-напросто сгорят. Устройство защиты следит за выходом, и если видит, что на выходе есть постоянное напряжение, то в течение буквально одной секунды оно просто-напросто выключит реле, и реле отключит выход усилителя от колонки. Ну и точно так же данное устройство, оно имеет задержку на включение реле. То есть, когда я подаю питание, у меня питание подается на усилитель, а реле продолжает оставаться выключенным. И спустя несколько секунд, когда уже на усилителе пройдет вот этот вот пук в момент включения, реле просто-напросто включается, и все становится хорошо и без никаких уп. Вот такой вот усилитель. Берегите себя, крепкого здоровья, хорошего вам звучания, и пока, но без фанатизма, без фанатизма. Нормально играет, это уже хорошо. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное, и поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями, поставить жирный лайк, это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике, два из них ты сейчас видишь на экране. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok